Уважаемые товарищи, нашу сегодняшнюю встречу я отношу к событию государственной важности, потому что офицерский корпус – это опора государства и, прежде всего, безопасности государства. К офицерам всегда предъявляются высокие требования, а в современных условиях особое значение приобретают верность долгу, интеллект, профессиональные знания. Поэтому я вижу в вас, офицеров-патриотов, людей чести и долга, и высококлассных специалистов, командиров и начальников, способных противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси. Особенно это актуально в свете того, что в настоящее время происходит вокруг страны и мира в целом. На наших глазах шаг за шагом, последовательно разрушается архитектура международной безопасности. А если прямо сказать, ее уже не существует. Многосторонние мировые площадки, призванные поддержать мир и безопасность на планете, деградировали и демонстрируют неспособность эффективно выполнять свои функции. Обостряется геополитическая напряженность между Востоком и Западом. Стратегическое соперничество сильных мира сего грозит перейти в иную, более опасную фазу. При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования. Активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь. Множатся экономические санкции и дискриминационные меры политического характера, направленные против нашей страны. Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Ну, потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось. Печальнее всего, как я уже отмечал, что это происходит в год 80-летия, начало самой кровавой войны в истории нашего народа. Поэтому сегодня мы готовы к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. Я уже говорил, мы не хотим воевать. У нас нет такой цели, чтобы воевать. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим. В то же время мы не скрываем, что у нас есть, чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на наших западных рубежах. С этой целью развиваем военную организацию государства, основу которой составляют вооруженные силы. Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная и способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армии в регионе. Разумеется, их главная ценность – это люди. Вы – офицеры, генералы, солдаты, для которых защита родного дома Беларусь, являются и профессией, и смыслом жизни. Это относится к представителям всех силовых ведомств. Жесткую проверку на прошлость. Мы все прошли летом-осенью прошлого года. И она показала, что созданная национальная система безопасности выдержала испытания. Люди в погонах проявив мужество, стойкость, верность. Присяги нашему народу выстояли. Не знаю, говорили вам в Академии или нет, скорее всего, говорили о том, что теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнется с агрессии извне. Она начнется изнутри. Начнется разрушением умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране. И уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей концепции национальной безопасности. Вы, дорогие друзья, молодое, грамотное и энергичное пополнение, способное внести свой вклад в укрепление военной организации государства. Выпускникам вооруженных сил предстоит повышать выучку и слаженность органов управления и войск, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы. Несомненно, серьезным экзаменом на профессиональную зрелость для офицера уже в ближайшее время станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-21». Оно призвано стать очередным значимым шагом подготовки вооруженных сил и совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности государства. Главная задача сотрудников органов внутренних дел – обеспечения общественного порядка в стране. Приоритетами здесь остаются дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки при выполнении задач в особых условиях, соблюдении законности и справедливого отношения к гражданам. Основное внимание деятельности системы Министерства по чрезвычайным ситуациям необходимо сосредоточить на повышении эффективности работы по предупреждению пожаров, аварий и предотвращению гибели людей на них. В современных условиях работники МЧС должны быть готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие деструктивных действий и экстремистских проявлений. Выпускникам-пограничникам следует обеспечить надежную защиту и охрану государственной границы. Очень актуально сегодня. С учетом нарастания военной активности у границ Беларуси, увеличения числа провокаций со стороны сопредельных государств, роста трансграничной преступности, необходимо поддерживать высокий уровень боевой готовности и подготовки личного состава, своевременно выявлять, пресекать противоправную деятельность на пограничных рубежах. Основными задачами офицеров специальных служб является своевременное выявление подготовки актов терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, национально-религиозной розни и принятие мер по их нейтрализации, предотвращение попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам деятельности государства. А также обеспечение мирной и созидательной жизни в нашей стране. Вы, офицеры, избрав путь служения нашему Отечеству, взяли на себя огромную ответственность. Это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно. Хотелось бы, очень хотелось, чтобы вы были достойны почетной работы. Родину защищать. В вашем лице я хотел бы приветствовать всех, кто в своей жизни избрал эту нелегкую, но благородную военную стезю. Сегодня также вручаем генеральские погоны. В Беларуси генеральских должностей совсем немного. И получение такого звания является наивысшим достижением в службе военного человека, а также величайшей гордостью. Уважаемые генералы, я хотел бы, чтобы вы гордились этим званием и с честью его носили. А вы, уважаемые выпускники, брали бы с них пример достойного выполнения служебного долга. Но и стремились быть генералами. Желаю здоровья крепкого, добра, благополучия, успехов, святом день служения Отечеству и больших звезд на погонах в будущем. А самое главное – надежного тыла. Служу в республике Беларуси. Служу в республике Беларуси. Служу в республике Беларуси. Служу в республике Беларуси. Уважаемые друзья, я много говорил о том, какие задачи стоят перед вами. Но по-мужски должен вам сказать, в заключении нашей встречи деваться вам некуда. В прошлый год военнослужащие силовых подразделений подняли так высоко планку действий военных по защите нашего Отечества, что удерживать ее на такой высоте будет непросто. Но мы люди военные. Еще раз подчеркиваю, деваться нам некуда. Давайте за вас, за ваше будущее, за нашу Беларусь. Спасибо вам за все. Мужество. Успехов вам. Счастья и здоровья.